Качественная фермерская продукция Народ идет прям очень активно. Мы здесь представляем свою продукцию. Очень хорошо пробуют у нас на ярмарке, приобретают продукцию. Вот музычку сейчас добавят нам, вообще будет очень весело. Не только купить, но и продегустировать. Барнаульские ярмарки проходят по традиции вкусно и с размахом. К примеру, это ярмарка по адресу Германа Титова 9. Еще до открытия сюда за фермерскими дарами стекаются сотни горожан. Товар исчезает быстро. Вплоть до закрытия нескончаемый поток людей. Идут за ароматными копченостями, свежим мясом, сладкими фруктами. Качественный хороший товар. Смотрите, ну где такие цены? Это осенние цены. По 50, по 60. Много людей приходит? Знаете, сколько это будет всегда нам? В наших палатках всегда много народу. Товар очень вкусный, хороший и качественный. Почему предпочитаете именно такую продукцию? Ну, потому что мне нравится. Здесь и дешевле, во-первых, и качество. Вот я смотрю, прям мяско замечательное. Ну, бывает, конечно, не часто. Я вот первый раз пришла, но мне очень понравилось. И дешевле, и выбора больше. И от производителя самое главное. Полуфабрикаты берем мясная продукция, масло, сыры. Приобретаем. Выбор хороший, видите, орех. А еще сливы, арбузы, мясные рулеты, сливочное масло. Это тоже ярмарка Октябрьского района на проспекте Ленина. Продавщица Нина Шелестун в торговле 18 лет. На осенних ярмарках работает ежегодно. И всегда у ее палатки нет отбоя от покупателей. Вообще, нашу продукцию очень любят. Вот. И она мне тоже нравится, свои продукты. У нас недорого. Мы работаем без накрутки. Мясо у нас хорошее, качественное. Что колбаска, что деликатесы. Берут хорошо. Свежая вся продукция вкусная. Мы уже не первый год бываем на этой ярмарке. Ну, нас чаще всего привлекает вот картофель, лук. Ну, и... Культуры. Да. И мяско. Ну, насчет дешевле я не знаю. Просто меня устраивает ассортимент, который здесь есть. А по вкусу, да, мясо мне здесь нравится. Ярмарки проводятся с учетом всех санитарных требований, заявляет мэрия. По факту в масках единицы. В основном лишь продавцы. К слову, жители старше 65, которые должны до 1 октября находиться дома на самоизоляции, посетить ярмарку могут. Для пожилых людей организована и своеобразная доставка продуктов. Конечно, наш сельхоз, товаропроизводитель осуществляет доставку. Кроме того, на ярмарках работают волонтеры, которые какую-то там продукцию объемистую, объемную, доносят до остановочного павильона, где там уже бабушка или дедушка потом ее взяли и поехали на автобусе, повезли домой. В администрации города подтверждают низкую стоимость ярмарочной продукции. По словам Евгения Ноздрачева, разница в цене на некоторые позиции достигает 50%. Живой пример, прошедший в минувшую субботу ярмарки, картофель стоил 14 рублей. Когда одновременно в это же время в торговой сети он стоил порядка 18 рублей. Через несколько дней после проведения ярмарки мы заходим в известную торговую сеть и видим, что этот же картофель уже стоит по цене 13 рублей, то есть гораздо ниже той ярмарочной. Мы стимулируем наши торговые сети, чтобы они снизили стоимость на те или иные позиции. Ярмарочные площадки работают каждую субботу с 10 утра до 2 часов дня во всех пяти районах города. Список адресов вы видите у себя на экранах. К слову, приобрести качественную фермерскую продукцию можно не только раз в неделю на продовольственных ярмарках, но и ежедневно на Барнаульской эко-ярмарке. Изобилие фруктов, свежих овощей, пряных солений, колбас, молочной продукции. На эко-ярмарке представлен широкий ассортимент угощений. Продукция только фермерская, натуральная, отчего так притягивает покупателей. Здесь я постоянный покупатель, я вот именно всегда здесь вот девочек беру. Я знаю, что они мне всегда продукт будет свежий, качественный, но самое главное будет натуральный. Особая гордость этого года внушительный тыквенный прилавок. Приобрести королеву осени можно от мала до велика, причем по демократичной цене. К оранжевой царице полей уже тянутся горожане. Любим тыкву, парить, хашку варим. Ну здесь придешь, вроде как все такое красивое лежит. В магазине все кучкой, не очень. Нам нравится здесь. Целебный чай, масла, алтайский мед и бальзамы. Ассортимент не только на любой вкус, но и кошелек. Мы своих арендаторов прям обязываем, чтобы у них ценовая политика была от дешевого до элитного товара, чтобы человек мог прийти и выбрать. Настолько много производителей у нас Алтайского края, которые производят продукцию. Продукция с облепихи, продукция с малины, с мородина. В общем, все можно. Ну и мед, наш алтайский мед. У нас тоже стоит 4 производителя, которые привозят мед. Ну я так думаю, за 4 года уже с половиной, через половину нашему рынку у нас к нашему меду привыкли. Совсем скоро закрытие дачного сезона. А это значит, что на прилавки зайдут садоводы со своими заготовками. Ярмарка открыта для посетителей ежедневно с 9 до 8 вечера.